всем привет народ с вами варчик эта рубрика сыграл красиво я еле вспомнил как она называется 200 лет туда реплеи не присылали иногда там бывают какие-то реплейчики вы в группу в контакте закидывайте так смотрим стрельбу первый выстрел без убреждения неправильный второй выстрел уже там не успевал цен лак падал в яму поэтому первый барабан тренировочный грубо говоря и так суть рубрики в чем вы присылаете реплеи если я его смотрю и он мне понравился он красивый то я даю за это голду и делаю про это видос поэтому автор видео получает голду можете в руб вконтакте заходить там есть специальная тема закидывать туда свои хорошие бои так вот сейчас ночь вместо того чтобы идти спать и я вот сижу реплей записываю потому что потому что вот хороший выстрел фейс один с поджогом на бэбэшках записываю потому что завтра будет микро патч который сломает моды и скорее всего сломает реплеи поэтому сижу ночью записываю бой итак у нас карта студенки танк ни разу не имбовый девятка на восьмом уровне шкода t56 премиумная как говорится отрастил скилл можешь нагибать заплатил деньги за имбу тоже можешь нагибать итак мы от базы отъехали приехали в стандартную позицию для тяжелых танков этот вот горелый завод постреляли в лтшку плохо потом отстреляли перекатку сейчас стреляем в куст в котором лт которая вроде как не светилась как наш герой вычислил что там сидит эван 90 я не знаю он просто пострелял блайндами в куст и убил лтшку очень важную противную лтшку которая сдохла в начале боя а у них принципе в обе лтшки уже сдохли это очень сильно начало в боя сильное у нас 1000 видимого урона и еще пару блайнда уже точно есть стреляем дальше по деревне там катаются враги до этого выстрелы в деревню между домов были шикарные этот выстрел был не очень но врагу сбили гусеницу стреляем снаряд опять попадает в область двигателя могло бы еще раз залететь с поджогом но залетела просто с уроном итак мы в начале боя видели что не совсем стандартный у нас набор и оборудование и снарядов наш герой так сказать вооружился по всем нынешним трендам поставил и турбину и закалку и стабилизатор я конечно же ставлю все у этого танчика последнее время на точность всего остального вроде как мне достаточно наш герой поставил такой набор в принципе в принципе как я вижу набор играбельный еще у нашего героя два фугаса барабан фугасов я думаю что больше одного барабана ставить не стоит голды у нас тоже мало и в основном все бэбэшки здесь наш герой заметил что на 60 тп упарывается вражеский 705 а не боится выезжает сюда вот на железку выдает барабан в жопу 705-му вражеские птшки не стреляли в нас то ли их там нету то ли они там уснули но на самом деле они там будут но в конце боя 705 вылазит на нашего героя хотел бы кануть но сзади стоит гриль прикрывает выезжаем на 705 здесь прожета боком выкатывается и мы здесь выехали выглянули на 705 но мы не прицелились под гусеницу возможно там была рыженькая такое вот слегка могло там шанс маленький мог быть что там пробьется но наш герой прицелился выше поэтому там красная показала и он забил да и в принципе борту 705 бронированный вряд ли бы он пробил даже туда тут нечего особенно выцеливать особо нечего поэтому мы откатываемся назад уходим на перезарядку принципе уже трика урона и там наверно еще блайндов залетела на 900 наверно там на 800 то есть урона уже много на бэбэшках дуб поетчик у нас и маленькие аптечка ремка ну грубо говоря такой бюджетненький наборчик сборочка бюджетненькая но мы видим что танк даже в таком состоянии очень сильный может быть лоб в лоб он будет тяжеловато играться местами но отмечу очень хорошую стрельбу в деревню между домов в эти прострельщики стрельба прям кайфовая единственная плохая стрельба была в начале по лтшки а так вся стрельба прям на загляденье очень хорошо пострелял это радует когда смотришь на стрельбу и она прям четкая скилл игрока видит сразу вот как только он начинает стрелять если он стреляет коряво тяп-ляп не сводится не наводится на нужные места то это все понятно у нас был заряжен барабан бэбэшек мы заряжаем барабан голдовых бэбэшек поскольку едет 705 который ошибается и получает один снаряд от нас мы могли его еще пробить голдой в нлд но в чем была проблема этой ситуации нельзя сказать что это прям ошибка но это не доработка и многие на это так сказать ведутся не замечают не обращают внимание сейчас 705 во время второго выстрела начал ездить вперед назад и когда наш герой нажал выстрел 705 начал ехать назад за счет этого он наклонился вперед и мы попали ему не в нлд мы попали ему в стык вот мы попали ему в стык и не пробили если бы мы попали ниже то скорее всего пробили там все зелененьким горело потому что мы заряжали голду но он наклонился вперед потому что начал ехать назад танк туда-сюда качается и за счет этого мы не попали туда куда целились поскольку нлд опустилась ниже не знаю обращают на это внимание сейчас игроки или нет но сейчас танки они как не знаю как на пружинах туда-сюда качаются как желе какое-то и я все чаще и чаще во время стрельбы начинаю на это обращать внимание и не просто обращать внимание а даже иногда пользоваться всякие танки задним расположением башни низкий там или еще со всякими странными формами когда они туда-сюда качаются в этот момент можно подловить когда танчик опускается поднимается у него иногда видно крышку корпуса там допустим у крайслера когда он перед опускает а жопу поднимает можно пробить его в крышку на той же самой шкоде t56 много раз у меня такое получалось и можно врагов на этом подлавливать а можно самому обсираться со стрельбой так вот в этом моменте ну можно было немножко стрельбе уделить больше внимания и повысить шансы на пробитие просто держу в курсе что вот это вот раскачка для некоторых может это что-то не особо важное но этим можно пользоваться и также на этом можно руинить себе стрельбу держу в курсе можете обращать на это внимание даже но если хотите играть лучше то нужно научиться этим пользоваться раздаем еще барабан блайндов неизвестно там залетел или нет шанс есть в после боевой статистике посмотрим что там но у нас уже 4k видимого урона результат у нас очень хороший здесь у нас 705 куда-то стреляет вообще не понял куда он стреляет по ощущениям как будто бы он в стену стрельну так у нас сбоку кпз 50т заезжает на бугор и целится у нас конвой снимает гусеницу и мы стреляем снова по двигателю это второй поджог за бой стрельба у нашего героя хорошая прям нельзя сказать что он где-то прям сильно плохо стрелял есть пару микро моментов на которые можно обратить внимание это в начале стрельба по лт разогревочная так сказать и вот это вот стрельба в нлд а так просто идеальная стрельба сейчас наш герой едет вперед на 705 думает подловить его скорее всего заехать ему в корму убить его но все это время не светились птшки они чаще всего стоят вот на железке но прошлый раз когда он сюда выезжал птшки у него не стреляли уже видно что и стрв слева по миникарте впритык засветилась наш герой обращать на него внимание чудом танкует бортом 705 так бы сейчас хп уже не было выцеливает гусеницу стрв пробивает с уроном я думал когда первый раз реплей смотрел что будет без урона просто собьют гусеницу но получилось даже с уроном набил уже 6 косарей урона уходит на когда и уезжают в сейл здесь 705 снова же стреляет сходу с вертухи не до свелся куда-то в землю 705 конечно обосрался со стрельбой уже много раз и он нам дарит шансы играть дальше поскольку сейчас днище танка торчала вверх и сам 705 конечно дарит нашему герою возможность еще набивать урон раздавать барабаны принимаем тычку от стрв падаем под него от башни выцеливаем хорошо в нлд в лючок и убиваем едем дальше вперед 7000 урона 7000 урона и тут еще светился ксор он на нас выезжает и барабаном что самое важное не голды там 220 или сколько пробить и 220 хвостиком он куда-то там нам пострелял и ничего не пробил стрелял он под углом в лд я так понимаю а надо было просто тыкнуть в лючок надо было просто свестись допустим сюда и ждать когда наш герой въедет в прицел нажать выстрел полностью сведенным в лючок и все и бой бы был закончен для нашего героя сейчас уже какое-то время не светятся вражеские десятка девятка кэра 45 и тнх в 51 как бы действовал дальше я я заряжал бы барабан фугаса уехал убивать арту поскольку в конце боя арта очень противная фигня а враги только что здесь отсветились и они по-любому примерно там и находятся результат у нас конечно бомбезной 4 фрага 7 750 урона просто шикарно но наш герой едет назад я бы сказал уже как бы я действовал и объехал вперед но наш герой едет назад заряжать бы большку там на базе у нас тигр умирает арта его убила он видимо афк был тигр наш и так остается нас вафля 800 хп и наш герой думаю что враги до сих пор будут атаковать мы можем видеть что у врагов по половине хп у кара чуть побольше у тнх прям реально половина наш герой туда еще блайндами стрелял может быть у них чуть меньше хп и только сейчас столько времени мы потратили то есть враги уже могли уехать куда угодно и это очевидно они не светятся они не атакуют они видят что наш герой шотный по мини карте они знают что он здесь был шотный здесь где-то вафля и арта здесь кусты неудобно атаковать ехать в поле они поедут в перекрестный им если атаковать то надо вокруг тут вафля светит они это понимают неудобно они только могли бы здесь продавить чтобы не получать отсюда поэтому очевидно что они поехали назад либо стоят там на том же месте и наш герой с огромным опозданием заряжает барабан фугасов едет за ртой марта наши едет за нами а уафелька дальше продолжает сидеть на баске и враги как не светились так и не светятся а времени прошло уже огромное множество и сейчас при просмотре реплея уже второй раз я заметил что тут только что упало дерево кто внимательный тот только что заметил что тут упало дерево можете отмотать назад посмотреть прям на наших глазах упало дерево это значит что там кто-то едет на нас и вряд ли бы арта ехала в нашу сторону поскольку арта понимает что здесь враг светился союзники здесь явно ей не сюда ехать а в противоположную сторону поэтому уже попахивает бедой вы мы выглядываем наверх и вот мы видим перед собой беду у нас барабан фугасов 297 хп добрый вечер я диспетчер все наигрались остается еще и арта здесь ее тоже убивают и остается на баске 1 вафля все концовка боя я считаю что тактически проиграна все наш герой делал хорошо весь бой но в конце только люди которые умеют читать будущее в этой игре сыгравшие огромное количество боев на высоком уровне и скиле могли бы догадаться о таком что происходило в бою он конечно молодец там барабаны блайнда в лт которая не светилась убил ее великолепная стрельба в деревушку между домов просто шикарная по двигателю стрелял с поджогами один выстрел там немножко не не дожал в нлд 705 а потом там запотел с птшками от башенки и поубивал их просто молодец весь бой старался реально этот бой можно называть сыграл красиво не там еще один реплей прислали но там конечно и назвать не могу тот бой сыграл красиво результат конечно там хороший как для лт но весь бой ты смотришь и видишь мелкие и даже крупные такие ошибки и весь бой смотреть на набор ошибок это конечно не сыграл красиво в этом бою придраться практически не к чему но были моменты где можно развиваться еще кое в чем в конечной тактике в конце боя и возможно нужно иногда больше внимания уделять стрельбе поэтому наш герой молодец спасибо ему огромное за присланный реплей я вышлю подарком голду присылайте реплейчики в группе вконтакте с вами был варочка и радик красиво всем пока а Субтитры сделал DimaTorzok